Ангел Эта дрянь скрылась от меня Упустите герцога не сносить вам головы Не накликайте беду, миледи Рано или поздно она сия появится дома Вот и не церемоньте с ней Примените раскаленные клещи, дыбу и испанский сапожок И будете знать даже то, чего не хотели Какой у вас пытливый ум Я в Лондон Когда? Его Высокопреосвященство недоволен вами Сперва вы выпустили Костеляджу, теперь герцога Больше от меня никто не уйдет Никто Мой поклон милорду Счастливого пути Пошел Музыка Счастливого пути Герцога СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Осторожно, сударь. Извините, мурт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Карета жива. Вы, как всегда, меня не подвели. Я готова служить вам до последнего. Пистоли. Вздох. Что-то еще? Не знаю, может быть, это не имеет значения, но на корабле, отходящем в Англию, я видела юного гасконца. Того, что в Менге напал на Рашфор. Д'Артаньяна? Кажется, так его зовут. Неужели прорвался? Не может быть. Впрочем, к балу он уж точно не успеет. Королева теперь обречена. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мой друг мог легко соблазнить ее или взять силой. Он был полным хозяином тех мест. К несчастью, граф был честный человек. И женился на ней глупец. Баума, осел. Ко Деус конюксит хомонон сепарат, и номинэ Патрис, и фили, и Сфирту санкти. Аминь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он, увесывая в свой замок, сделал из нее первую даму во всей провинции. И надо отдать ей справедливость, она отлично справлялась со своей ролью. До поры. Но однажды, мой друг, вернулся домой раньше времени. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 По-моему, ваш друг все еще любит ее. Думайте, думайте, как хотите. Главное не это. Главное то, что мы с ней очень скоро встретимся. И я смогу ей задать кое-какие вопросы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Ваше Высокопресвященство Миледи просит об аудиенции. Миледи? Кто это? Простите. Я не понимаю, о ком вы говорите. Среди моих приближенных такой дамы нет. К сожалению, леди Винтер, его Высокопресвященство не может вас принять. Не может. Странно. А он не объяснил причину отказа? Объяснил. Он сказал, что он вас не знает. Мой вам совет. В ближайшее время не попадайтесь на глаза кардиналу. Мерзавец. Мерзавец. Я этого Д'Артаньяна на ремни порежу. Я нашел его. Он в сосновой шишке со своими друзьями. Вот и отлично. Пошлите человека к лорду Винтеру. Скажите, что через полчаса я готова с ним встретиться у сосновой шишки. Сию секунду, Миледи. Поверьте мне на слово, вы не получите и пенсию. Вот как? Я прямая наследница? Вы? Я к оружейнику. А я к своей герцогине. Смотрите, это же спутница Рашфора. Она должна знать что-нибудь о Констанции. Д'Артаньян, друг мой, вы что, предлагаете ее схватить? Нет, нет. Здесь нужно что-нибудь похитреть. Я обратился к его величеству. Вас лишат и титула, и состояния. Будь прохлят тот день, когда мой брат встретил вас. Вы? Вы не посмите. Сударь, полегче. Судараня, позвольте мне предложить свои услуги. Мне кажется, что этот господин вызвал ваш гнев. Скажите одно слово, и он будет наказан за свою неучтивость. Ах, сударь, я бы охотно сказала это слово, не будь этот всадник моим братом. В таком случае, извините, я этого не знал. За что вы извиняетесь? Так мало рыцарей в нашей дне. С какой стати этот ветрогон вмешивается в наши дела? Сами вы ветрогон. Господа, я надеюсь, вы будете благоразумны. Домой. Сохранив жизнь брата, вы получили вечное право на мою привязанность. Я польчен. Угощайтесь. Простите, я вспомнил об одном неотложном деле, и я вынужден проститься. Здравия, сестра. Д'Артаньян. Надеюсь, вы-то не оставите меня, Д'Артаньян. Я должна вам признаться. Я нахожусь под таким впечатлением от вашего благородного поступка. Настоящий рыцарь в наши дни – это редкость. И вот, наконец-то, я встретила такого. Столько лестных слов, мадам, я смущен. Простите, на первом свидании я обычно скромна и молчалива, но вами я просто очаровна. Признаюсь, я вами тоже, причем очень давно. Как? Разве мы уже встречались? Неделю назад в Менге, на постоялом дворе. Ну, я даже потерял сознание, когда увидел вас. Да-да-да, вы тот самый молодой человек. А мне казалось, вы потеряли сознание от того, что получили лопатой в голове. Нет, я просто был настолько очарован вами, что... Да, вы умеете делать, да, мой комплимент. Вы еще были с господином... Рашфорум. Не напоминайте мне об этом чудовище. Чудовище? Помните, вы были с ним весьма любезны? Это от того, что я до смерти его боюсь. Он человек-кардинал, а у них такие нравы чуть что сразу в тюрьму. Причем неважно, мужчина или женщина. Вот-вот одну мою знакомую же упекли. Кого, если не секрет? Не секрет, Констанция Буанасье. Думаю, она в тюрьме. Да, она в тюрьме. Вы случайно не знаете, в какой? Случайно знаю. Рашфорум продолтался. Он ведет себя так непристойно, я не знаю, куда деваться от его домогательств. Скажу вам по секрету, он... Он должен мне 9 ливров. Перевелись, Рыцарь, перевелись. Так все-таки в какой? В Артаньян. Неужели она вам нравится больше, чем я? Мне кажется, я влюблена в вас, а ваши слова ранят мне сердце. Ну что вы, разве кто-нибудь может сравниться с вами? Еще вина? Угу. Мартаньян, вам нужно уходить отсюда. Скорее, как можно скорее. А ты кто? Я Кэти. Хорошенькая. А вы же не справитесь с ней, ну... Вы же не скажете ему название тюрьмы? Почему же? Скажу. Вы с ума сошли. Хотите вызвать меня в кардинал? Вы с концу остались жить до темноты. Убьете его, как только он выйдет из дверей. Это ваш гонорар. Снимите с тела. И пусть помучатся. Как вам будет угодно. Ой. Так о чем вы спросили? А я спросил, где прячет несчастная Констанция в Ванасье. Сен-Жир-Банделе. А это вам за спасение, брата. Ой, ну что вы. Это слишком щедро. В самый раз. Что делал Шеволье Тартанен в Увре? В день бала последних бабочек. Он приходил ко мне. Еще надавать вам по роже. В обоих случаях я получил истинное удовольствие. Этого не пиши. Про что? Про роже или удовольствие? Идиот. Судорня. Вы понимаете, что это не то место, где можно так шутить? Вы не представляете, что я могу сделать с вами. У меня на этот счет все полномочия от его высокопресвященства. А я вас не боюсь. Он меня спасет. Он мой герой. Я его люблю. Что это с ней? Идиот. Ты что, не понимаешь? Она его любит. Боже мой. А мог бы напоследок повеселиться, дурачок. Ты сдохнешь. Ты сдохнешь, проклятый Господь. Ты держался из Дмиттера в руках и не убил его. Из-за тебя я лишился наследства. Поэтому ты сдохнешь. Не наряжу. А мне тебе полегче. Да ты такая страстная. Ни за что не поверишь, что в англичанка. На помощь. Д'Артаньян, сюда, скорее, сюда. Стреляй. Стреляй в него. Вы же голый. Одежда есть? Открой, мерзавка. Открой. Что ты стоила? Одна дверь. Одна. Сдохнешь. 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 Д'Артаньян. Будем прыгать. Д'Артаньян. Сдохнешь. Д'Артаньян. А как же я? Он уже меня убьет. Давай, прыгай. Они уходят. Стреляйте. Сдохнешь. Сомфира-то на пальце нет. За что же надо теперь работать? Чтобы завтра его не было в живых. Как изволите. Деньги взяли, а работы не сделали. Ваше Высокопреосвященство, такая честь видеть вас снова. Вот сюда. Ну, так не согреемся. Трактирщик, принеси-ка нам шесть бутылочек вина. Вас устроит анжуйское? Нет. Оно самое лучшее? Я же сказал, нет. Принеси нам что-нибудь похуже. Хорошо. В прошлый раз Вы меня сильно разочаровали. Я перегрызу горло любому. Для того только, чтобы добиться Вашего расположения. Давайте без пошлых аллюзий. Вы поверите на остров Рэль, найдете там Пикингену и сделаете все, чтобы Англия перестала поддерживать Ларушель. Я вас правильно понимаю? Я не привыкла в второй год. Я не привыкла в второй год. Миленький. Ты все равно вдохнешь. Вдохнешь! Мне нужны полномочия. Они у Вас есть? Хотелось бы получить бумагу. Ну, хорошо. Когда сделаете работу, получите Ваш титул. Патент уже подписан. И еще, Ваше Высокопресвященство, отдайте мне Д'Артаньяна. Он-то что вам сделал? Отдайте. Я его ненавижу. Похоже, девятью ливрами тут не обойтись. Что Вы сказали? Ничего. Он Ваш. Забирайте. Все, что сделал предъявитель всего, сделано нам благо Франции по моему поручению. Режелье. Выходите без меня, я догоню. А где Атос? Монсеньор, он отправился дозорно вперед. Полагаю, что ночью дорога не совсем безопасна. Вполне благоразумно. Нагоней, господа. Время позднее. Кто Вы? Зачем Вы здесь? Я Ваш муж. Граф Д'Ля Фар. Прекрасной нынче погоды стоят графине, не правда ли? Вы призрак? Я человек. Из плоди и крови. Зачем Вы здесь? Жить без Вас не могу. Отдайте мне бумагу, которую Вы получили от Кардинала. Ни за что. Мне плевать на Бекингема, он наш враг. Но если... Хоть один волос упадет с головы Д'Артаньяна... Я пристрелю Вас как собаку. Даже если для этого мне действительно придется явиться с того света. Д'Артаньяна... Чтоб ты сдох. Спасибо, я уже почти. Нам грозит опасность. Но более всего Д'Артаньян. Хоть! 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 Поедете в Брюге, найдете там шляпника Варнье. Он перебросит Вас на остров Ре. Я не сделаю и шага в лагерь англичан. Да уже сегодня весь Париж будет знать, что на балу герцога Орлеанского Вы позволили себе дерзкие высказывания по поводу осады Ля-Рошелли нашими войсками. Вам грозил арест, но Вы сбежали во Фландрию. Наши люди позаботятся о том, чтобы англичане узнали об этом как можно скорее. Сомневаюсь, что это поможет, но это лучше, чем ничего. Вот деньги. Полторы тысячи пистолей. Вот это уже серьезно. А то вечно сочиняете всякие сказки. Мне кажется, Вы сегодня не в настроении. Еще бы. Передайте Его Высокопреосвященству, что трое сопровождавших Его вернулись, напали на меня и пытались изнасиловать. Вот негодяи. И еще. Они отобрали у меня бумагу, которую дал мне кардинал. Будьте уверены. Он, сеньор, этого так не оставит. Я надеюсь. На пристыне Вра к Вам подойдет человек и скажет, Ваш дядюшка приболел и просил меня Вас встретить. Отдадите ему вот это. И он переправит Вас в лагерь Бекингена. Дальше по обстоятельствам. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Заходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваш дядя приболел и попросил меня вас встретить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Милорд Бекингем, хотел вас видеть. Не понимаю, чем вызвано столь пристальное внимание к моей скромной персоне. Дорогая сестра, я все хотела вас спросить. Каким ядом вы отравили моего брата? Его мучения были ужасны, а лучшие лекари так и не смогли найти никакого противоядия. Я не понимаю, о чем вы. Все вы отлично понимаете. Что же вы за существо такое? Вы простите, но женщины я вас не могу назвать ни при каких обстоятельствах. Вы так легко, походя, лишаетесь жизни человека, пусть и нелюбимого вами. При этом я не вижу в ваших глазах ни капли раскаяния. Что вами движет? Деньги? Деньги для того, чтобы жить достойно у вас есть. Это вы захватили наследство своего брата. А сейчас пытаетесь обвинить меня, чтобы скрыть свои преступления. Да, может быть, я его и не любила. Но в его смерти я не виновата. Поэтому могу ответить перед судом божьим и людским. Да бросьте, бросьте. Никакого суда не будет. Что? Это так. Отвлекся. Ваш сообщник уже во всем сознался под пытками. Теперь вас казнят по законам военного времени. Через пару дней за покушение на герцога Бекингема. Караул под командованием этого человека будет вас охранять. И я с удовольствием вам сообщаю, что подкупить их невозможно. Надеюсь, ваши последние дни будут ужасны. Господи, спасибо тебе за твою миху. Батармас, другую. Ты что? Аминь. Да ты выпей, выпей. Лучше бы вы меня убили. А так, в полном неведении, без всякой надежды жить все эти годы. Я вынуждена была бежать из Англии. Ни одной весточки. За все это время. Ни одной. Я сменила имя. Я скрывалась. Любое письмо могло не только выдать меня, но и погубить вас. Вы просто забыли обо мне. Так же быстро, как забыли других своих любовников. Чтобы вы не сказали сейчас свое оправдание, я поверю лорду Винтеру, а не вам. Я с радостью приму любую муку. Только дайте слово, что позаботитесь о Франсуа. Что? У вас есть сын. Расскажите мне. Когда Франсуа было полтора года, он сильно заболел. Все говорили, что не выживет. Я боялась, что если я отпущу его, он умрет. Я двое суток держала его на руках. После этого руки сильно болели. Когда на улице идет дождь, у него синие глаза. Он любит сидеть на пороге и смотреть на дорогу. Аня давно заявила, что женится на мне. Когда вырастет. Чтоб я не была одна. А вы одна? Я все еще жду тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Переодевайтесь, мы уезжаем. Сейчас же. Портово стоит в Ливерпуле, я захвачу ее. Не надо. У старой пристани меня ждет шхуна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бегите. Я их задержу. Мой дедушка выздоровел и хочет поскорее вернуться домой. Какое счастье, что Господь не оставил его. Добро пожаловать на борт, сударыня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы уже здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попутный ветер, надежный корабль. Дело сделано. Чужими руками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А исполнитель? Мертв. Вы превзошли саму себя. Я очень доволен вами. Очень. Патент на ваш титул. Король подпишет завтра. Вы сама любезность. А помните, вы обещали мне Д'Артаньян? Зачем он вам? Просто отдайте и все. Герцог Бекингем убит. Герцог Бекингем? Угу. Он ведь был ваш враг? Был. А вы оказывали ему знаки внимания. Не более, чем остальным. Его ударили кинжалом. Я помолюсь за него. Он был протестантом. Не знаю, уместно ли это. Красивый был мужчина. Мне будет не хватать его. А вам? Я слишком мало его знала. Неужели я ошибся? Неужели я ошибся? Ваше высокопреосвященство, сюда идет король в очень плохом расположении духа. Стража. Стража. Она сбежала. Пригласите Рэшфору. Ваше преосвященство. Знаете, Рэшфор, после сегодняшнего разговора с Его Величеством, у меня сложилось впечатление, что леди Винтер нам больше не нужна. Рэшфору. Со мной так нельзя. Кому прикажете это поручить? Ну, уж это как-нибудь сами. Я к этому делу не хочу иметь никакого отношения. Да, Рэшфор. Она будет искать Д'Артаньяна. За вечную любовь! КОНЕЦ 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 Поехали! Поехали! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Вы кто? Где ваша жена? Я не знаю. Где ваша жена? Она ушла от меня в монастырь. А в какой? Я правда не знаю. Смотрите, если вы мне солгали... Я же вино не развёз. Ой, достанется мне святой аботисце. Эй, малый! Ты откуда? Из Битюна. А как поживает мадам Буанасье? Прекрасно. Они сейчас настоятельницы. Может, сливы за них. Молодец. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что вам угодно, сударыня? Госпожи, обойтись по неотложному делу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Добрый день Я герцогиня Дашевресса По личному распоряжению королевы Я много слышала о вас, чем могу? Мне нужно видеть госпожу Буанасье Буанасье Впервые слышу это имя Да, я вас понимаю Осторожность прежде всего Ее спрятали здесь по высочайшему распоряжению От людей кардинала После некоторых событий при дворе Мы с ней обе пострадали Но мне повезло больше А может вы имеете ввиду послушницу Софи? Да Пойдемте, я провожу вас к ней Ей пришлось вынести И тюрьму И всякого рода угрозы И жестокое обращение При том, что она ведь сущий ангел Да, есть добродетели, которые Его высокопреосвященство Преследуют Строжи иных злодеяний Добрый день, сестра моя Я привела к вам герцогинь де Шеврес Госпожа Батисса Позвольте нам остаться наедине Да, пожалуйста Простите меня Мне пришлось называться чужим именем Для того, только чтобы увидеть вас Простите, кто вы? Я от господина Д'Артаньяна Что с ним? Не беспокойтесь с ним, все в порядке Убит лорд Бекингем Боже Королева в отчаянии оговорила себя И теперь кардинал знает, где вы Я вам не верю Его люди уже на пути сюда Нам нужно бежать Этого не может быть Это неправда Я не верю вам Что ж, как хотите Можете остаться и проверить Постойте Господин Д'Артаньян Он обещал забрать меня Через день, другой Мушкетеры, люди подневольные Зависят От приказов господина Д'Атравиля Особенно, когда идет война Д'Артаньян Лично Попросил меня Перепрятать вас Вы знакомы с господином Д'Атравилем? Конечно Я много раз была в его доме Значит, и господина Атосова тоже знаете? Что с вами? Что-то не так? Вам дурно? Нет, ничего, простите Просто приступ мигрени Собирайтесь Но странно, что он не передал с вами Никакой записки, письма Хочего-нибудь Записка могла попасть в чужие руки И сейчас вы бы шли за врагом Как покорный овца Да, вы правы Записки опасные Конечно А в каких отношениях вы с Д'Артаньяном? Он мой друг Вы обманываете меня Вы были его любовницей Ну что вы, это вы его любовница А я только друг Значит, мы соперницы Нет, нет, что вы, никогда Вот вы так это сказали Я не верю вам Да, как вы не понимаете Д'Артаньян Доверял мне как другу Свои любовные тайны В самом деле? Ну, конечно Мне известно о вашем похищении Из домика в Сент-Клу Его отчаянии Отчаяния его друзей Бессмысленных поисках Об этом дерзком нападении на тюрьму К тому же он любит вас Всем сердцем Даже заставил меня Заочно полюбить вас Простите меня Простите мою ревность Мои сомнения Просто я Я так люблю его Собирайтесь Собирайтесь Постойте, а как же госпожа Аббатиса Она ведь разгневается Если узнает, что я сбежала тайно А я оставлю ей записку Где все подробно объясню Мы едем в наш дом, верно? А ваш дом? Разве Д'Артаньян не рассказывал вам? Он купил дом С садом А о нем кто-нибудь еще знает? Нет, никто Кроме господина Атоса Что уж, может быть Это судьба Что, простите Что вы сказали? Нет, ничего Идемте Идемте, нужно спешить Слава Богу Мы успели Постойте Кажется, кто-то приехал Боюсь, это наши враги Да, это за вами Нужно бежать срочно Д'Артаньян Это не он вам показался Нет, нет, я чувствую Это он Вам показалось Это не он Это не он Идемте Я чувствую Идемте Идемте Что это Сергей КОНЕЦ Добрый день, госпожа Карфиня, с приездом. Госпожа, мы так рады, что вы вернулись. КОНЕЦ Господи, дай мне сюда, дайте до конца. КОНЕЦ Господи, подождите меня здесь, господа. С возвращением, мой супруг. Ужин готов. КОНЕЦ Я заждалась вас, граф. Зачем вы здесь? Мне больше некуда идти, я вернулась домой. Я все еще ваша жена. Нас развели. Предательство и смерть. Я сожалела об этом все эти годы. Вот как? Отчего же вы вернулись только сейчас? Раньше не получилось. Но я всегда очень скучала. Я всегда очень скучала. ПЕСНЯ 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 Да, только розу на нем измельчали. Нужно срезать самые длинные ветки. Да, я скажу об этом садовнику. Я уже сказала. Вы редко бываете дома, граф? Служба. Наш управляющий по-прежнему очень любезен. Мы говорили с ним о видах на урожай. Он сказал, что слишком много дождей для винограда. Да, дождей нынче многовато. Лоза и гроздья не наберут букет. Ну ничего, будем пить вино прошлого года. За возвращение. За возвращение. Как вы жили без меня все эти годы, граф? Не знаю. Должно быть, я не жил. Как-то нелепо получилось. Ничего не поделаешь. Меня там уже ждут, да? Боюсь, что да. Тогда пойдемте, неудобно. Как будто это не с нами. Мне очень жаль, граф. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шарлотта Баксон, которую сначала звали графиней де ля Фер, а потом леди Винтер, баронесса и Шеффилд. Да, это я. Чего вы хотите от меня, господа? Мы собрались здесь, чтобы судить вас за ваши преступления. Вы вольны защищаться и оправдываться, если сможете. Господин Д'Артаньян, вам первому обвинять. Перед Богом и людьми. Я обвиняю эту женщину в том, что она... Она убила Констанцию Бон-Асье. Мы свидетельствуем это. Мы свидетельствуем это. Да, это так. Перед Богом и людьми. Я обвиняю эту женщину в том, что она подослала ко мне наемных убийц и покушалась отравить у меня самого и господ офицеров из военного лагеря под Ля-Рошелью. Подмешав яд в вино, якобы прислал на меня трактирщиком Году из Парижа. Бог спас меня. Но вместо меня погиб другой человек. Мы свидетельствуем это. Мы свидетельствуем это. И это правда. Перед Богом и людьми я обвиняю эту женщину в том, что по ее наущению был убит лорд Бэггингем. А мой брат, сделавший ее наследницей, умер, прохворав всего несколько дней от странной болезни, от которой по телу идут синие пятна. Сестра, скажите, от какой болезни умер мой брат? Ваш муж. Я отравила его. Болочь ягодой и белодонной. Убийца Фельтена. Убийца Бэггингема. Убийца моего брата. Я требую правосудия и объявляю. Если я не добьюсь его, то совершу его сам. Теперь ваш черед, господин Атос. Я не могу обвинять эту женщину. Как? Ну и почему? Она моя жена. Перед Богом и людьми. Черт возьми. Вы уже правы. И я должен защищать ее. Но этого я тоже не могу. Атос, вы должны. Она ведь вас чуть не убила. Я не стану мстить. В остальном же, я полагаюсь на вас, господа. Тогда я свидетельствую, что эта женщина отравила своего мужа, графа Деляфа. Чего заслуживает эта женщина? Смерти. Господин Атос. я не могу, господа. Спасибо, граф. Как граф? Вот черт. господин Портос, господин Арамес. Теперь вы, судьи этой женщины. Так какого же наказания она заслуживает? Смерть. Смерть. Шарлотта Баксон, графиня Деляфер, леди Винтер. Ваши злодеяния переполнили чашу терпения людей на земле и Бога на небесах. Если вы знаете хоть какую-то молитву, прочитайте. Ибо вы осуждены и умрете. И кто из вас решится на это, господа? Я. Кто вы? Палач города Лиля. И я исполню приговор суда, как должно. Вот ваши деньги за исполнение приговора. Подожди. Муж мой, подойдите ко мне. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не надо, дельник. Унес этой женщиной свои счеты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА